Всем привет, и сегодня у нас Тори Тайм, потому что их давно не было. Я все думала о чем поговорить, но кое-кто из подписчиков подкинул мне идею и попросил рассказать о своем детстве. Ну вот, давайте попробуем вспомнить молодость, и я постараюсь вам рассказать примерно, чем я занималась в то время. Погнали! Практически все детство я провела в деревню бабушки и дедушки, и даже не потому, что я там так хотела жить или бывать, или я их так настолько любила, что была готова там проводить, особенно все лето. Но нет, родители меня тупо туда увозили и оставляли, приезжая на выходные. Даже не летом, не на каникулах, я туда все равно стабильно ездила каждые выходные, хотя, давайте будем честны, в деревне делать ребенку особо нечего, там из развлечений на тот момент были только другие дети, и НТВ и следствие вели. Так что, наверное, понятно, что я такая, что смотрела в детстве, так сказать. И пока весь год я жила в городе и ходила на учебы, как бы было все окей. Я была нормальным ребенком, приходила домой, смотрела мультики, делала уроки и шла играть в браузерки на компьютере. Мне тогда нравились всякие игры, где можно вести свою жизнь, развлекаться, переодеваться. И знаете, что особенно приятно? Видеть, что такие игры популярны до сих пор. Например, Аватари. Особенно чудесно и приятно видеть, что игра не просто жива и стала намного лучше, чем была, но теперь она есть и на мобильных платформах iOS и Android. Что же можно делать в Аватарии? Ну, давайте посмотрим, почему эта игра нравится многим пользователям. Тут можно создать уникального персонажа и кастомизировать его. Тут просто огромный выбор одежды, причесок, эксессуаров. Можно создать в целом кого угодно. Вы можете обустроить свой собственный дом, придать ему уникальный стиль и пригласить всех своих друзей к себе в гость. Но знаете что? Это ведь еще не все. Тут множество разнообразных локаций. Мы вот встретились с Перпин в самой игре и потусили на пляже, в кафе, сходили на работу. Да и просто походили по улицам Аватарии. Так что у вас есть шанс встретить нас там. Это же настоящий симулятор жизни. Так что тут много простора для вашей фантазии. Тут ведь, как я уже говорила, можно ходить на работу, учиться и тусить с друзьями. А еще можно найти свою любовь. И что может быть лучше такого? Кстати, в игре постоянное обновление, так что скачать абсолютно не придется. А по промокоду АВ Близок Амуров вы получите приятные классные бонусы, которые сейчас вы видите на экране. Так что обязательно скачивайте игру, играйте и не забудьте про промокод. Ссылка на игру в описании и мы будем вас ждать там. В деревне я была вообще другим человеком. Можно сказать, становилась пацаном. Я вообще все детство общалась больше с мальчиками, потому что в том возрасте все девочки начинали уже взрослеть. И думать о тех вещах, которые мне не нравились на тот момент. Все мои одноклассницы сидели на диетах и обсуждали косметику, мальчиков и прочее. А я со своей подругой такими штуками не интересовалась. Мы с ней рисовали и придумывали истории, обсуждали мультики и катались на качелях. Это абсолютно никакой не хейт к тем девочкам, просто нам было не по пути. Справедливости ради скажу, что в школе с мальчиками я тоже не общалась, мне они не сильно нравились. С пацанами я больше тусила в деревне, потому что там было очень весело с ними. У меня есть двоюродный младший брат, и на момент этой истории ему было лет 12, а мне где-то 14. Разница не сильно большая, как вы видите. Его отец всю жизнь занимался машинами, он работал в СТО, чинил их, в общем-то перепродавал, без понятия чем он конкретно занимался. Но у него был в деревне свой гараж, и он постоянно в нем копался. Естественно, сыну его любовь к машинам передалась. И чтобы вы понимали, к 12 он уже водил машину. Конечно, под присмотром взрослых, но ему часто давали тачку просто покататься по деревне и обратно. И я знаю, что многие сейчас, наверное, офигели, но знаете что? В деревнях это норма. Все постоянно работают, копают огород. Ты маленький ребенок за рулем, это плюс в хозяйстве, потому что его можно отправить на машине в соседнюю деревню, или в магазин за какими-то вещами. И он вернется, и не надо будет тратить время самому на это. К слову, это не очень законно, так что не занимайтесь таким. Итак, пацан на тачке никого не удивлял, но затем его бате достался по работе старый мотоцикл, который он сразу же привез на дачу и начал, ну, учинить или что-то с ним делать, я что знаю. Думаю, вы все понимаете, что было дальше. Да, именно так он научился наездить на этом мотоцикле, и теперь тачку можно было не давать, ведь есть моцик, и каким солидным тогда считался мой брат. К ним в очереди на покататься стояли все дети в деревне. Он был мега крутой, я была тоже типа блатной, потому что меня он катал без очереди. Итак, в общем-то, сама история. Он вновь меня повез кататься, ничего не предвещало беды, как вдруг мы видим ГАИ. Чтобы вы понимали, у нас даже участка нет. Деревня далеко от города, поэтому там такими вещами, ну, как бы и занимаются. Ребята тут были явно в первый раз, может быть, чисто мимо проезжали и остановились, мало ли что. Естественно, они увидели двух детей на мотоцикле и попытались нас остановить, ведь мы, как бы, нарушали правила. У брата была инструкция на такой случай, и он тупо прибавил газ и попытался свалить. В общем, доблестные блюстители порядка офигели и выросили в машину в попытках нас догнать. Но чтобы вы понимали, наша деревня находится в окружении трех других, и там есть лес, кладбище. Короче, довольно легко запутаться с человеком, который там никогда не был. Мы этим воспользовались, заехали в лес, потому что на машине они будто-то тупо не заехали. И, в общем, мы свалили от них через лес, выехали в другую часть деревни и вернулись домой. И это я не хвастаюсь, мы, будучи мелкими, очень сильно испкались, на самом деле, что нам там выдадут штраф или посадят в тюрьму. И поэтому мы все рассказали взрослым. Те с нас чисто поржали и ничего нам не сделали. Правда, у деревни те ребята дежурили еще где-то неделю, и поэтому брату запретили в то время кататься. Но затем все вернулось на круги своя. И забавно, что даже будучи сейчас взрослым человеком, я приезжаю в деревню и вижу в целом то же самое. Мелкие дети гоняют на мотоциклах, на машинах, это все еще в норме. Наверное, отчасти приятно видеть, что хоть что-то в нашем мире не меняется. Хотя, конечно, наверное, меня не должно такое радовать, но все-таки для меня это как теплое воспоминание из детства о брате, мотоциклах и прочем-прочем таком. Надеюсь, вы не занимались ничем таким плохим, потому что это плохо. Ого, вот это я, мастер мысли, да. В общем, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Делитесь своими мыслями в комментариях, рассказывайте свои истории, если они у вас такие вот были, обязательно. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мой твиттер, на мой бусти, обязательно. Всем отличного вашего дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok